Колодец на фоне гладкого асфальта может показаться ловушкой для машин. В реальности это говорит о том, что верхний слой асфальта на третий транспортной еще не укладывали. Специалисты в дорожном контроле показывают квадратную дыру, улику против подрядчика. Здесь нижний слой в неудовлетворительном состоянии, и его дорожники обязаны устранить. Еще одну новую пробу берут, чтобы тщательнее проверить плотность покрытия. Выпиленный керн проходит по толщине 5 сантиметров. А вот степень его надежности будет известна после лабораторных испытаний. Измерить ровность, поперечные уклоны и откаты можно прямо на месте. Министр строительства лично берет в руки линейку, чтобы обнаружить дефекты. Мы сегодня выехали, проверили данный участок. По ровности он соответствует, по поперечным уклонам тоже. То есть у нас остался вопрос открытым только по коэффициенту уплотнения на данном участке. Третья транспортная, последняя из 33 дорог, сделанных в этом году. 29 объектов готовы полностью, еще три осталось разметить. Такого никогда не было в Омске, чтобы основные капитальные работы завершились, первому сентябрю завершаются. Мы всегда вспоминаем, это грязь, это дождь, это снег. В этом году вовремя проведенная аукционная, качественно подготовленная документация, качественный отбор подрядчиков. И мы практически видим из 33 дорог минимум нарушений. Какие дороги будут ремонтироваться в следующем году, власти еще планируют. По словам чиновников, покрытие нанесут примерно на 36 участков. Николай Явенко, Юрий Дорошенко, Антенна-7.